С конца декабря 2020 года нет директора в лицее номер 7 Бердска. У прежнего руководителя образовательного учреждения завершился контракт. В январе был объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора лицея. Но он не состоялся. Некоторые родители учеников в замешательстве. Прошло несколько месяцев, а руководителя по-прежнему нет. С декабря 2020 года в лицее номер 7 нет постоянного руководителя. У прежнего директора Татьяны Смирновой завершился контракт. Родители недоумевают, как столь длительное время у учебного заведения не может быть постоянного руководителя. Нехватка директора очень ощущается, потому что в свое время Татьяна Александровна была тем наставником, тем старшим другом, помощником, которому всегда можно было обратиться за помощью. Я считаю, что основная задача директора школы – это все-таки вырастить умных, социально пригодных детей. Это самое главное для меня. Напомним, 11 января нынешнего года глава администрации Бердска Евгений Шестернин объявил о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора лицея номер 7. В конкурсную комиссию подал документы лишь один кандидат. Состояние коллектива, которое мы сейчас ощущаем на себе, мы можем назвать «вопросы после ответов на вопросы». С нами встречался Михаил Викторович Карковин, отвечал на вопросы, но ответы мы еще бы раз осмыслили вместе со всеми участниками вот этой ситуации. Мы согласны с тем, что по региональному соглашению должность директора школы должна быть на конкурсной основе предоставлена. Это нормальное состояние назначения на должность. И к этому совершенно спокойно отнеслись в коллективе, когда было сказано о том, что на должность директора нашего лицея объявлен конкурс. Лицей имеет хорошие высокие показатели, входит в 100 лучших школ Российской Федерации, является лауреатом, победителем всероссийского конкурса в номинации 700 аккредитованных школ лучших в 2017 году. В 2020 году входит у нас в состав лучшие школы Российской Федерации, лучшие образовательные учреждения. Сейчас обязанности директора лицея исполняет Наталья Осинцева. Она сообщила, что коллектив работает в прежнем режиме. Все работы, что выполняем, ВПР проводится, контрольные проводятся, подготовка к итоговой аттестации, обучающиеся проводятся, уроки в полном объеме, все, что надо. Да, есть волнение за шутбу, да, есть волнение за то, кто будет руководителем в дальнейшем, ну, не более. Заместитель главы Берска Жанна Шурова пояснила, что при одном заявленном кандидате конкурс считается несостоявшимся. Необходимо две и более кандидатуры. Конкурсная основа у нас регламентирована соглашение с Министерством образования Новосибирской области. Данный пункт прописан, что прием на директоров общеобразовательных учреждений приходит на конкурсной основе. Сейчас, на сегодняшний день, конкурс у нас объявлен, поэтому будет осуществляться прием заявок, опубликован постановление об объявлении конкурса. Поэтому приглашаем принять участие. Комиссия у нас сформирована. И буквально, наверное, это получается месяц. Вместе со всеми процедурами конкурс будет у нас проведен. Подобный вариант полностью предусмотрен законодательно. И все решения должны быть приняты с учетом законов государства. Отдельно стоит отметить, что появление съемочной группы ТВК в лицее номер 7 было воспринято неоднозначно. Эту ситуацию прокомментировал юрист. В соответствии со статьей 38-й закон о СМИ, граждане имеют право на оперативное получение через средство массовой информации, достоверных сведений о деятельности, в том числе о организации. И в соответствии со статьей 47-й того же закона, журналисты имеют право посещать организации с целью получения информации, производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники. Хочется надеяться, что в ближайшее время у образовательного учреждения появится руководитель. И кто бы им ни стал, необходимо помнить главное. В его руках – судьбы нашего будущего. Наших детей. Субтитры создавал DimaTorzok